Теплоход Михаил Светлов Михаил Светлов? С детства при просмотре «Бриллиантовой руки» удивлял эпизод, в котором журналист перед отправлением теплохода берет интервью у семьи Горбунковых. Вопросы возникали следующие. Вопрос первый. Если Горбунков, мягко выражаясь, не особенно умен, то разве может ему принести хоть какую-то пользу зарубежная поездка? К чему напрасно тратить деньги семье? Лучше бы купили ему хороших книг. И второй вопрос. Где это такое видано, чтобы жена, имея возможность купить шубу, статусную по советским временам вещь, от нее отказывается? Шуба подождет. И на эти деньги отправляют в поездку мужа, причем одного. Нет, я никуда не еду. Всю жизнь не мог найти ответы. Но вот, попав, как Горбунков, в Турцию, ответ, похоже, нашел. И ответ этот нетривиален. Так что неудивительно, что не мог догадаться прежде. Предположим, предположим, что жена Горбункова отнюдь не среднестатистическая женщина. Если обращаться к терминологии античного жречества, она даже больше, чем нимфа. Но это забытая терминология, необходимо напомнить. В чем отличие обычной массовой женщины от нимфы? Обычная тупиковая женщина вокруг себя ничего не видит, подобно слепому скорпиону. Видит только себя. И втайне уверена, что лучше нее никого нет. Поэтому всегда и везде обычная прет свое, жаля на пути всякого. Ну-ка, иди отсюда. Мужа, если таковой есть, тоже. Иными словами, старается его подавить. А нимфа, наоборот, хочет своего мужчину не подавлять, а им восхищаться. Это порождает особый строй жизни нимфы. И смысл всякого ее поступка у нее уже иной. Не всякое и не всякий этот смысл сможет истолковать. Обычная женщина, та, которая с жалом, уже не сможет. А жена Горбункова по уровню развития по схеме еще выше нимфы. Она хочет своего мужа уважать. Уважать и восхищаться – это разные ощущения. Из разных миров, или слоев, или этажей. В каждом слое достигаемые ценности разные, а следовательно и жизнь другая. По древней жреческой схеме развития человека-личности, жена Горбункова относится к, так скажем, этажу слонов. Не очень может быть красиво, зато верно. Старшая слониха умеет блюсти интересы тех, кто с ней ассоциирован. Это и есть настоящий матриархат. А обычная низовая женщина – конченая эгоистка. Она может быть только наглой прислугой. Чтобы из слонов выбраться на еще более высокую ступень, по схеме это уровень земли, то есть на уровень патриархата, в жреческом понимании смысла этого слова, надо научиться уважать. Редко у кого получается этому научиться. В частности, та жена, которая хотя бы раз прежде испытала удовольствие от уважения, утратив к тому повод, обязательно попытается это ощущение в себе воспроизвести. Проще говоря, если что, поспособствует мужу стать достойным уважения. Хотя бы ему в его росте мешать не будет, как это обычно делают скорпионши. Массовая женщина подобной целью – жить с уважением – не заморачивается. Она мужа сжалит и подавляет. А вот жена Горбункова уже умеет развитию мужа способствовать. Ого-го! Нет-нет, шуба подождет! Шуба подождет! Только вот не стоит приписывать жене Горбункова больше, чем она того достойна. Принять подобное решение с поездкой муж ей скрыто помогал. В частности, он мог порой разыгрывать из себя ребенка. В ппхах она посчитает его застрявшим на уровне ребенка. Брось эти шуточки! И умственно мобилизуется, потому что посчитает, что кроме нее принять решение некому. И в этом мобилизованном состоянии сможет в понимании устройства жизни продвинуться. А вот кто такой Горбунков? Добрый вечер, но я вас не знаю. Так уж ли он натуральный идиот? Старший экономист в гипрорыбе. А может у него есть мотив косить под идиота? Если выражаться мягче под ребенка. А сам он на самом деле даже более развит, чем его редкая жена. Горбунков жены по возрасту однозначно старше. Подавлять мужа с верстника гораздо легче. Поэтому не во всех социальных слоях эта разница бытует. Только в определенных. В жреческой касте в том числе. А скорпионихам вынь да положь с верстника. А то и вовсе младше нее. Плюс Горбунков воевал. С войны не держал боевого оружия. Был участником справедливой войны. Важное уточнение, что справедливое. Мобилизованное состояние синоним ускоренного развития. И уж наверное во время войны трусом Горбунков не был. Раз он им не был в мирное время при другом правителе. Ну нет, я не трус. Я боюсь. Так себя описать может только человек развитого ума. Но у мыслителей во все времена, включая и времена инквизиции, есть общая проблема, которую они вынуждены как-то решать. Над пытающимися мыслить нависает госбезопасность и сопутствующие вычреждения. Тюрьмы, пытки, принуждения к самоговору. Поэтому в качестве одного из решений и изображают из себя умственно неполноценных. От таких отстают. Так было во все времена. И это не только Гамлет, прикидывающийся сошедшим с ума. Таких немало. Тот же сыщик Пуаро прикидывался человеком со странностями. Прикидывался в достаточной степени, чтобы многие над ним потешались. Из-за его смешных усов. А на таких не нападают. Или при короле Лире шут. Шут и вообще. Чтобы выжить, вынуждены были косить под кого-нибудь. Вроде шута. Уж не случай ли это читы Горбунковых? О, боже! О, горы мне! Конечно, не стоит приписывать и Горбункову. Тоже чрезмерный уровень. Горбунков вовсе не дорос до Гамлета, Пуаро или шута при короле Лире. Горбунков ниже. Но Горбунков тоже на пути. Пути с большой буквы. Но если Горбунковы это чета, продвигающихся по пути, пути с большой буквы, то в их жизни реализуются этапы жреческого развития. И эти этапы не понимают те, кто их, эти этапы, еще не прошли. Пройти эти этапы у вставших на посвящение возникает, что называется, неодолимая потребность. К примеру, один из этапов – тюрьма. Причем попасть туда надо только невиновным. Или частично невиновным. Если этот кадр с решеткой и шутка, то она не случайна. Совсем не случайна. Думается, что на реальных теплоходах такой решетки нет. Это знание о тюрьмах совсем на поверхности. Однако оно важное. Ну, тюрьма двояка. С одной стороны, это все-таки часть системы. Но с другой стороны, это необходимейший этап, который надо пройти на пути посвящения. Отсюда мы можем легко увидеть, изучая биографии, что все величайшие люди истории человечества, они все прошли тюрьмы, причем невиновными. Ну, найди несколько случаев, ознакомься с их описанием, выявив, так сказать, общую линию, и можно делать обобщение. И все эти люди, в общем-то, без ропота, особенно, осваивали эти университеты. Можно вспомнить и Юлия Цезаря, при котором Рим процветал. Юлия Цезаря, так называемые правоохранители, не просто посадили в тюрьму, но и на суде, а на самом деле фальшивом, приговорили по высунанному из пальца делу к смертной казни. И Юлия Цезаря, так называемые правоохранители, уже вели на казнь, когда его спасли девственные жрицы богини Весты. У них, у Весталок, тогда еще не отняли право миловать осужденных. От них даже не требовалось доказывать, что осужденный невиновен. Это оберегающее духовное благосостояние общества коллегии девственных жриц была упразднена через несколько столетий после Юлия Цезаря императором Феодосием. Именно этот вредитель коллегию жриц Весты объявил ненужный. Тогда же при императоре Феодосии, поскольку следить за справедливостью выносимых судами приговоров стало некому, Рим и гавкнулся. Понятие гавкнулся связано с темой собак, но, конечно, в жреческом понимании смысла этого слова. Эти собаки есть на карте неба, а карта неба – это сосредоточие жреческой мудрости. О карте неба как целом и об отдельных созвездиях над нашей головой есть, конечно, другие наши ролики. Плюс к Юлию Цезарю можно вспомнить Илью Муромца. Можно вспомнить Чингисхана. Можно вспомнить китайского императора Циньши Хуанди. Можно вспомнить Елизавету Первую Английскую. Женщина, но как и другие великие, прошла через тюрьму. Список, конечно, неполный, но и названных имен достаточно, чтобы сообразить наличие некоторой скрываемой от нас закономерности. Важной для успешной жизни закономерности. А раз этап необходимый, то к тюрьмам и пыткам эти выдающиеся люди начинали готовиться заблаговременно. Изучали тюремный сленг, понятие, чем один порядок отличается от другого, кто такой положенец и почему положенцы в тюрьме выбираются из числа самых честных арестантов. Ну и изучали, конечно, в чем особенности психологии вертухаев как части системы. Для этого последнего на стадии подготовки к тюрьме и надо войти в соприкосновение с системой. Но не так, чтобы им, не дай бог, уподобиться, а чтобы за ними понаблюдать, что называется на пленэре. Это самое и дело их горбунков входит в соприкосновение. Пройдемте. Как следствие, все, что произошло с Горбунковым в Турции, вся эта история с контрабандистами и прочим вовсе не неприятность, в которую нечаянно-негаданно угодил Горбунков, как бы то произошло с невезучим. Тогда Горбунков сам вошел в ситуацию. Для начала скрыто управился с Кешей, чтобы он заблудился в переулочках и на конспиративную встречу в аптеке опоздал. А управился Горбунков для того, чтобы с собой подменить Кешу. Оказывается, Горбунков обладает некоторыми нетривиальными умениями. А еще Горбунков умел чувствовать, что намеревается сделать враг. И умел правильно отреагировать. Понятно, что и в контрабандистской аптеке тоже Горбунков из себя почти идиота только изображал. Мотив, как известно, и у стен есть уши. Самое неприятное, что у стен есть уши не только в Турции, но и в собственной квартире. Поэтому Горбунков свою необходимую роль, ту же, что и у принца Гамлета и шута крылья-лира, разыгрывал и дома. А жена ему ассистировала. Если бы Горбунков был и впрямь идиотом, а неподдельные идиоты всегда действуют в интересах темных, то контрабандисты вышли бы из ситуации с Горбунковым, как говорится, все в шоколаде. Как они и прежде выходили в упор, незамечаемые так называемыми правоохранителями. Но они не вышли. Горбунков их остановил. Управился даже с шефом. Со стороны Горбункова здесь, в этом эпизоде с шефом, безусловный прокол. Можно догадаться, кто Горбунков на самом деле. Но со стороны его жены в случае с шубой прокол еще больший. А мотив ее заменить покупку шубы поездкой такой. Она в брате поначалу была счастлива. Отношения супругов были учитель-ученик. Но потом, по мере ускорения развития в условиях, которые ей создал Горбунков, разрыв между супругами сократился. Чтобы вернуть себе ощущение счастья былой амплитуды, теперь уже она создает мужу условия для ускоренного развития и отправляет в заведомо экстремальное путешествие, смысл которого опасные ситуации и поиск священных мест, то есть теменосов, для контакта. Смысл всего того, что происходит на экране, это путь с большой буквы. В частности, подготовка Горбункова к тюрьме, в которой ему, как невиновному, надлежит увидеть положенца. Может быть, им даже стать. Или стать его помощником и другом. Чтобы лучше ощутить, кто такой положенец, надо вчитаться в Шекспира, который в тюрьме тоже был положенцем. И это, со всей очевидностью, следует из тех жреческих тем, которые Шекспир в своих шедеврах рассматривал. Другое дело, что если кому-то бриллиантовую руку понять не по силам, то куда им заинтересоваться с Шекспиром? Только вдумайтесь в ситуацию. Очевидно, и Шекспира тоже. Никаких законов не нарушал и впредь нарушать не собирается, однако ж к тюрьме готовился. И еще. Так ушли случайно на пути Горбункова именно Турция. Но это тема отдельного разговора.